Еще один интересный стенд, это мы на стенде компании Агромир. Компания Агромир это одна из двух компаний в Украине, которая сделала очень много для популяризации технологий наутил не только в нашей стране, но и в России, в Казахстане и так далее. И хочу попросить вас рассказать, чем нас удивит на этой выставке ваша компания? Какие есть предложения, для каких хозяев, какие есть северки? Сегодня мы на выставке представляем три варианта техники. Это северка Ньюленд, ССМ-23 и ССМ-1517. Мы сейчас заходимся биле Ньюленда. Это очень интересная северка для пропашных культур. В отличие от того, что она идет в 13 висевных вверх. А почему 13? Неожиданно. Обычно 8. Счастливого числа? Счастливое число, да. Для фермерского хозяйства. Эта северка выразняется великим бункером для семян, также бункеры для минеральных добрых. То есть это для семян, да? Да, это бункер для семян. И пневматические подводы. Да, семян бункер. Я повторюсь уже, бункер для минеральных добрых. Главное, потому что он сделан из качественного пластика. Пластик, то есть он не будет разъедаться минеральными добрых. Он не трескается, да, на солнце, на морозе. Это самый сошник, он традиционно сделан, да? Но я вижу тут у вас опорные колеса, вообще необычное такое решение. Отнесены очень назад. Да, 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 это очень удобно, они могут регулировать. А, тут можно даже изменять положение, да? Да, 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 вы изменяете положение. Вони больше назад, в зависимости от условий грунта, и что вы хотите отримать от насилия. А это уже само устройство. Это высевающий аппарат. Здесь у вас цирки для послуг. Я знаю, что у компании Агромир одна из... Изюминок того, что много универсальных севалок, которые, да? Да, да, мы зараз подъедем до универсальных севалок. Это универсальная севалочка ССМ. Дих модельный ад идёт. ССМ-23, ССМ-27. Это универсальная севалка? Да, да. Тобто они все универсальны. В чем универсальность заключается? Это великий плюс данной севалки, что в ней можно высевать как зерновые культури и широкорядные культури. То есть, например, это пшеница, ячминь, то есть международные 17 сантиметров. И сашник здесь разрезающий диск, двухфазный сашник. То есть один диск отличается от другого, да? Да, да. 15 и 17 дюймов, соответственно. Только зернопроводи, то есть подача и зерна высевающего, и одночасно с минеральными добровыми. В один рядок. Это пружина, которая... Это пружина, она регулирует тиск. То есть данной севалкой тиск от 80 до 230 кг. На сашник вы можете регулировать, в зависимости от стану грунта, от плотности грунта. То есть что вам нужно отримать? А здесь уже в другую, да? Тут мы представили механичный высевывный аппарат для широпорядных культур. А какие культуры можно севать? Соняшник, кукуруза, любые культуры. И расстояние между сашниками? 70 сантиметров. А вот мы можем регулировать его и 50, и 45 сантиметров роботи в межрядье, то есть в зависимости господарство хочет отримать ширину межрядья при посеве. Вот это диск для внесения удобрений, да? Да, да. Это спереди гильотина, диск для внесения добрых, позади иде уже высевающий диск. А он идет на линию посева или рядом? Нет, он идет на линию посева. И что самое такое, то что перед посевом доброго вносится на 3-4 сантиметра под основное землю. Ниже, да? Ниже, да. То есть ниже оно иношение. А вот как быстро можно переоборудовать вот эту селку из, ну, одного варіанта, зернового к, например, ну, на широкорядной культуре, да? Вы на протязи одного рабочего дня можете это все дело переналаштовать. Ничего сложного немало, она очень удобная и очень простая в налаштувании вообще. На протязи одного рабочего дня вы можете все это сделать. Команда хлопцев, тобто на господарстве, можете это составляться. Также, очень интересно, есть бункер для мелкосемянных. Добрых, ну, не добрых, для мелкосемянных культур, рапс, люцерна. Сейчас очень часто его используют также. У них свой дозатор, да? Да, да, шнековый дозатор. Шнековый дозатор есть. Также там тоже есть шнековый дозатор, очень удобно, при подаче минеральных добрых, зерна. Что-то еще хотите добавить к этой силе? Нет, давайте перейдем до СЧМ. Еще одна. У нас есть. Под какой трактор? Под трактор? 120 кинских сил. 120 кинских сил потребуется. Знаете, я хочу сказать, 9 кинских и 82 силы свободно тягу. Свободно. А у вас такая есть севалка? А у меня такая севалка, 23. И какой трактор тягает? Ну, у меня кейс 125. Ну, он, надо 27, ему свободно, а это является, да. Ну, вот, бачите, то есть, да. То есть, вы еще сами не знаете, на что расспособлено. Ну, не то, что на такси. Просто, вы боимся. Это оптимально, я называю, оптимальную потужность трактора. Знаете. Вот есть досвид люди. У меня такая севалка, буквально, то есть заставья, он показывает Дмитриевичу, что грязь, она севалка без всяких. Вообще, питаний немає. А вообще, как у вас впечатление в этой севалке? Что можете сказать? Дуже хорошо. В чем ее, вот что вас в ней привлекает? Во-первых, что она может сиять и в дорогу. Да. Зимой? Патаний немає. Вообще, любой грунт, любый, любый, абсолютно. Как быстро вы можете ее переоборудовать из зернового в... На цю? Да. Ну, одному, конечно, тяжко, а двух можно... Нет, как быстро? Как быстро? За день. Свободно. Даже без нампля. То есть вы одной силой решаете все вопросы? А как вот качество высева и она без песи точного? Ну, на кукурузу точно высевая, а вот до соняшника надо там подбирать, чтобы фракция не была. Ага, то есть семена, требования получены? А вообще, а вообще, очень хорошая севалка, я доволен. А как давно работаете на технологии наутил? Наутил? Да. Два года. Да? Ну и как? А вообще, готовый был 18 лет назад. Просто кошти, кошти, самое главное, кошти. Ну и как вы, назад дороги немае? Не. Не? Попробовали? Подобовалось? Да, однозначно. У меня 200 гектар земли, я сам оце все высеваю. То есть, ну, тіл освобождает дуже багато и техники, и... Для кого областей? Днепропетровская. И техники, и людский фактор. А вот для 200 гектаров земли не великовато вот эта селка или в самый раз, чтобы быстро сделать? Правду сказать, да. Трошки великовато, но просто меньше и лучше я не вижу. Вот есть 17-ка, А давайте посмотрим на нее, еще покажите. Давайте, я как раз бы на нее хотим. Вы уже ее переросли, да? Да. А ну расскажите про это. Я хочу, чтобы бачила сами, то есть, что люди говорят. Да, ця дейсно севалочка, она невелика, она, с ней справляется трактор 80 скинских сил. Под данный трактор, под данную севалку потребен трактор там 80 скинских сил. Это тоже универсальная? Да, это также универсальная севалка, она может быть... А вот здесь для зерновых? Так и для широкорядных, да? Так и для широкорядных, да, для пропоршных культур. Она тоже механическая, да? Механическая, универсальная, универсальная, ну, климатическая, в зависимости от желания клиента. То есть, компания, где на зустріч, мы выставляем на данную севалку там потребный висевый аппарат. Если потребный механический, будет механический, потребный пневматический, будет пневматический. То есть, працюем, працюем біля клиента. А на каких северах самый большой спрос? На большие или на маленькие? Ну, смотрите, в зависимости от господарства. Если небольшое господарство, конечно, оно не может потянуть великую севалку, потому что потребен трактор потужный. Если меньше господарство, то спрос иди на маленькие севалки, как вот сюда, на СЧМ-15-17. Хотя, например, 200 гектар, человек купил ССМ-23. Кто хочет сделать быстро, да? Кто хочет, да, быстро, качественно. Да, да. Есть результат. А работники на ней такие же, как и на той севалке? Да, работники на ней ничего не отличаются. В ССМ-23, 23, 28, они все одинаковые, единственное отличие это ее рост. А это вот сам этот... Это механический весельный аппарат. Это диски, которые нужны, они выставляются, они бывают разного диаметра, с разной колькостью. Это самый дырочок. А что скажете по цене? Насколько доступно вот это? Ну, это же... Самый интересный вопрос, да? Мне сразу подскажете. Да. У меня есть. Ну, мне надо его посеять. Но это фракция еще... Это в этом году просто засуха была. Это фракция еще мелкая. Бывает 1,2 даже. А вы что? Сантиметры. А что за нуд? Какой сорт? Мексиканский. А, у них такие, да, красивые очень. Мы один год, ну, то есть, посеяли только Амазон, получается. А как урожайность на себя показывает? Ну, в этом году так. Не очень. Ну, в этом году сухо было, да? Ну, 10 с веки ул. А где вы работаете? Запорожск. Подсушила тоже, да? Да, очень. Очень в этом году. Такие можно посеять? Вы хотите точно осеять ее, да? Ну, в чем вопрос? Ну, нам надо посеять просто. Просто у нас комплекс Джандировский, он не справился с этим калибром. И Редплейнс тоже. То есть, нам надо что-то подбирать. Ну, дивиться, так, більш точное питание вам может ответить наш агроном, Михаил Политович Дяченко, дуже квалификованный. Так что, давайте, я думаю, третийся до него просто. А мы сейчас пойдемте туда. Так, что еще по селке хотите добавить? Ну, это основное так, вкратце, мы пришли с вами так. Ну, а по цене все-таки, да, по цене. Вот это самый интересный вопрос. Насколько доступна для фермера, потому что понимаем, что эта селка не может быть дешевая, да? Но, тем не менее, я вижу фермер, который купил на 200 гектаров, достаточно серьезно машину. Да, да. Дивиться. В этом году у нас очень хорошая компания 15 окей. И на ряд символок есть хорошие для клиентов ложки. Дуже хорошие снижки, то есть все питания в углу улицы. А для зрителей нашего канала вы не дадите какую-то дополнительную информацию? Скидку, да. Нет, не сформацию дайте. Или вы не можете решать эти вопросы? Все питания, оно до финансового директора. Я стоял. Я уходил от этих вопросов. Это я, просто я не тем людям задаю вопросы. Но тем не менее, я вижу, что интерес на выставке к этой селке есть, да? Есть, есть. Я интересуюсь, потому что она уже много роков, много господарств. Так есть, и люди ее уже знают, она севалка узнаваема, в полях, господарств. Я же еще раз повторю, что ваша компания, она была одним из пионеров, и многие на этих селках начинали и успешно продолжают, так далее. Понятно, что это одна из тех сел, которая наиболее распространена. Ну да, это та, что заняла свою нишу, да, и свое место на утиле в Украине. Ну что, успехов вам, я в дальнейшей работе. Так держать, не снижайте обороты, потому что мы все помним тот вклад, который сделала компания «Карапир». Я думаю, что у вас еще большие резервы для роста и улыком, и садякой.